Сегодня мы готовим колбасу Берем 1,5 кг мяса, у меня свинина и говядина, 50 на 50 Режем на куски для мясорубки и перекручиваем на средней насадке Все ингредиенты должны быть холодными Затем берем мелкую насадку и перекручиваем фарш еще раз Это важно делать, чтобы ваша колбаса получилась однородная В этом видео мы делаем именно колбасу, а не паштет с свекольным соком По поводу специй, можно использовать соль и перец, я взял смесь, где еще есть травы В соль добавляем 15 г обычной и 13 г нитритной Вбиваем 1 яйцо и добавляем 2 стакана молока Все ледяное Смешиваем и отправляем в блендер У меня получилось 2 захода У вас должна получиться однородная масса Дальше надо сделать батоны Используем для этого пищевую пленку Заворачиваем плотно, стараясь выгнать лишний воздух Весь он не уйдет, но на вкус не повлияет Завязываем края у нашей колбасы И получаем конфетку Теперь самое главное, процесс варки Нам надо нагреть воду до 80 градусов по Цельсию И нагреть духовку до такой же температуры Дальше помещаем колбасу в воду И кастрюлю в духовку На 2 часа Колбаса должна быть полностью покрыта водой Через 2 часа перегружаем колбасу в ледяную воду И даем ей остыть минут 20 Если у вас есть сувит, вам еще проще По поводу нитритной соли Она нужна обязательно, чтобы получить розовый цвет колбасы Я забыл записать процесс добавления туалетной бумаги Но это вы и так знаете Дальше помещаем колбасу в ледяную воду